ребятушки всем привет сегодня мы начнем новую папку у нас на канале назовем ее одноэтажная америка подписчики попросили сделать обзоры небольшие по этой рубрике желание подписчиков святое делаем яхты дома и прочие прелести светской жизни в богатой цивилизованной стране вот такая будет рубрика и начнем мы сегодня обзор с одного очень интересного домика вот такой красивый домик у нас а цена какая красивая 10 с половиной миллионов всего на всего долларов конечно расположен этот домик у нас и колони бич черт его знает как она переводится но это находится у нас практически на кубе это острова цепочка целая на самом юге майами но да недалеко от кубы говорят в этом районе если ложишься спать ноги во сне вытягивать не рекомендуется резко эмигрируешь на кубу так она близко здесь все острова какие-то ки бихтор чки но неймки но в общем на одном из этих ки и расположен первый домик для обзора такая пайла паба как пальма джумейра по-американски вот такое место интересная сейчас смотрим обзор улиц вот этот домик ворота въездные она находится в тупичке кстати плюс к цене домика может миллион и полтора даже добавила как раз вот это конец этой дороге вот этот тупичок это самое спокойное место где уже никто не ездит кроме тебя и твоих соседей какая полянка в любитель баскетбола хозяин молодец почему только не во дворе там двор дурной их размером на место не хватило то его дело но молодец уважаю такая красивая стоянка перед домом пальмочки море яхты так но с этим понятно давайте посмотрим что у нас о ценам потому что десять с половиной миллионов это же еще не все деньги которые вам придется потратить на такой домик цена в общем-то по годам не особо прыгала так он плюс-минус пол миллион чека и стоил вот какая штука в двадцать третьем году владелец заплатил но это в начале 24 не платят 19 тысяч двести долларов налога все с этого домика такой он давайте посмотрим какой первое фото хозяин молодец дрова сделал красота бухточка свой катерок бассейн мангровые заросли вот тут бы еще где-нибудь вот здесь камушки трошки придавить и песочка насыпать и был бы свой частный пляжик красотень вот так сверху и участок земли у него еще и тут пустырь не слабый ну потому что на там вообще цены в этом районе неплохие но у него еще куча земли вот этот участок тут еще по большому счету раз два три дома можно вместить неплохо ну за землю и платит вот такой кусок точно три дома если так вот разделить на три равных части в принципе получится место как под этот еще и двор большой будет но место шикарнейшая среди какая водичка вот и мангровые здесь у него классно здесь дичь здесь английский парк и мосток такой я так понимаю рыбку можно половить шикарно пальмочки заборчик всего аккуратненько все красиво вот здесь прям просится такой пляжик небольшой и пальму воткнуть чтоб тенек был бассейн вот странная у американцев привычка плавательный бассейн не получится то есть нырять отталкиваться там кувыркаться возле бортиков тут ступеньки тут какой-то тещин угол формы самая она может и красиво но в спортивном плане не алё мне немножко не нравится мы ставьте там с одной стороны дорожку для поплавать остальное можете крутить как хотите своя пристань я так понимаю у него и холодильник с пивком поехал на рыбалку затарился с холодильничка такая красота бассейн и конечно с фонтанчиками аж три штуки вот что мне нравится обычно в америке дома делают но они сами американцы знают изгонной палок а тут тут это вот производит впечатление основательной конструкции опорные вот эта штука мне всегда нравится в американских домах обычно на заднем дворе навесик дождя от солнца от всего тенечек вам и летняя кухня и тут же столовая жить в таком климате там зимнюю бывает но смысл в доме жить я бы на улице и жил бы был бы у меня такой дом осталось на него мне собрать еще девять миллионов 999 тысяч 999 долларов совсем немного холодильника только на улице не вижу и никто их не выносит почему-то бегают в дом за продуктами неудобно въездная входная группа ворота классная я так понимаю на автомате распашка рожек на две машины это уже кучерява по американским меркам данного даже на три может быть это двери двойная а нет на одну ну кара рядом электрокары они в них нам за продуктами в магазин ездят всякого лезет вот входная группа красивая витражи может на взломы ненадежно но в этом районе я так думаю свое комьюнити чужих там не ходит размеры конечно чисто американские такие масштабы всего большое все красивая ну я так понимаю все это дизайнерской работы потому что она как-то в одном одном стиле все шикарно что там говорить вот лучик кайфовать перед ящиком и это прямо в прихожей столовах какие стулья точно дизайнерская все все в одном стиле даже бог его знает как как бы я его назвал остров на кухне облеплен тушь уж на нем такое красивое вазы какие-то птички вазочки цветочки тут собирается я так понимаю кофейку попить поэтому слово там место на столе не надо вот сама столовая тут уже людовик 14 насиживал прикольно прихожка этой прихожей уже карта нужна чтобы не заблудиться классно здесь двери в разные другие по кстати да вот 5 батрум бетрум батрум не об этом 6 батрум это я так понимаю спальни без санузла и спальни санузлом по взрослому большой домик 4 200 они говорят fit fit это я так понимаю food что ли но разделить на 3 на тоже больше 1000 квадратов кабинет хозяина видимо такое впечатление не произвел санузел второй этаж видимо мастер бетрум хозяйская спальня красиво очень красиво и куча окон какая душевая кабина всю жизнь я мучаюсь в наших ванных не покупаться в душевую кабинку на на ванную выбрасывать кстати ванны в америке почему-то маленькие делают прям как детские а вот душевая кабинка шикарнейшая там хоть танцуй место даже такой не маленький дядя как я поместился бы такая спаленка это уже умывальня зеркала большие классно подсветочка балкончик виды самые шинина есть расслабляющие комната для вещей отдельная комната для вещей ребята чем мы говорим вот еще одна умывальня здесь уже под старинному что-то такое да этот полезный приборище то а вот это вот сделано даже посмотрю отдельно через одно место в маленькой ванной сделали ну зачем там же боком не поместишься вот что-то людям несмотря на кучу денег пришла такая фантазия имеет право другой балкончик вид на улицу на дорогу и основательное сооружение тут видно несущие он конструкции это не из папье машин домик вот вечернее время вечером с подсветочкой люди не экономят на себе все у них красиво его мур никому он как и даже в воде я видел подсветки на некоторых домах во флориде в основном ой какая картина молодцы с дрона поснимали нам хоть полюбоваться здесь вот обычно крутая вот у них здесь резко обрыв идет под лодочки чтобы далеко мазки вот эти не делать и здесь пологая классно водичка чистенько все классненько у него вид на бассейн тоже симпатично здесь я так понимаю владелец даже не нашел что поставить место свободного правда хоть танцуй или уже выехал входная группа классно колонной высотой сколько человеческий рост раз два три четыре наверно постарался архитектор собственно на этом все на этом ребятушки конец обзора не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на канал кто не подписан и в комментариях жду ваши критики по этому обзору что не так чего добавить кого пропустил здесь кстати на этом сайте есть 3d туры по домам вот там интересно будет пройтись но на этом домики не было поэтому получилось как получилось на этом все всем пока